Я приветствую все собрание любовью Иисуса Христа и очень благодарен Богу, что у нас с вами есть возможность, находясь каждый в своей персональной норме страданий, переживаний и тяжестей, быть на этом месте и получать от Бога помощь. Давайте скажем за это слава Богу, слава Господу. Она у каждого, эта мера своя. Я смотрю на сестер, братьев, отчасти знаю какие-то эпизоды из истории каждого члена, потому что 23 примерно года мы уже вместе служим Господу по великой милости. И думаю, вот ничего себе, я бы его норму не вынес бы, я бы уже умер несколько раз. Как он живой и благодарит Бога, и такой счастливый. А вот та, ой, у нее вот то и то было. Она как-то в себе силы находит приходить, Бога благодарить. Сидит, то плачет, то радуется. Я бы, наверное, не вынес ничего такого. Вспоминаю про свои и думаю, ну это мой комплект, он как-то полегче, чем у тех вот у других. Но они бы-то перенесли его легко. А я вот там тоже плакал и гнуло меня, и думал, думал, помру, не вывезу. Вдруг в одной из молитв, не знаю, какая там чаша где-то наполнилась, наверное, на небесах, и излилась милость. И думаю, нет, не утону, еще буду жить и возвещать дела Господни. Слава Богу. Я думаю, друзья, я для многих из вас не иностранец, коротко рассказав примерно вот такой сценарий. Каждый из нас его прожил, кто-то проживает, но уже уверен из вот этих вот утешений, которые сегодня многообразно так и в хоре, и в стихотворениях, и проповеднике. Бог нас утешает, как свой народ утешает и утешает. И кто-то в этом находится, а его святой уверенностью наполняет. Проплыву, проплыву, не накроет меня, жив буду, только потерпеть надо маленько, правда? Вот кивнули головой и сказали правду вот те, которые вот сейчас так. Слава Богу, так и получится, любимые, потому что Бог свой народ очень сильно любит. И Он нас призвал с вами в свое царство не для того, чтобы расправиться с нами, как с попавшими в какую-то ловушку. Не на гнев написано, а для получения спасения. Слава Господу. И мы друг другу и желаем, желаю тебе царства небесного. Невозрожденное сердце сразу начнет думать, это чего Он мне пожелал, как бы задумается. Понятно, дети Божьи обрадуются, скажут, слава Богу за такое пожелание. Пусть оно во мне еще больше утвердится, умножится, потому что царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Слава Господу. Любимые, слушая наставления от Господа и утешения, вот в этих псалмах, в этих свидетельствах, в проповеди, я думаю, на первый взгляд легко подумать. Дима проповедовал про какую-то общагу. А на самом деле, пристально приглядевшись, так это же Он говорил о тайне Божьих путей, которых никто не знает, но Он открывает их тем, которых любит. Слава Господу. И те думали многие, что вот за кого-то молиться, а Дух Святой вознес молитву совсем о другом сердце. И вот это никем не примеченное, и уверенные люди, что этот никогда не спасется. Он теперь стоит в Божьем Царстве и проповедует истину Господню. Слава Господу. И так о каждом из нас. Я помню, подвезли какую-то бабушку, нам нужно было свои дела делать. Она, ой, сынки, спасибо большое, я за вас молиться буду. Мы так с Валерой переглянулись, думаем, ну бабка, что тебе делать? Ну и молись о своих делах. Уехали, через полгода Вадим покаялся. И вот я в Царстве Божьем. Слава Господу. И, друзья, знаете, мы не знаем с вами, какими путями Бог поведет нас, чтобы в нас вложить драгоценности его характера. Вот Иова нужно было провести вот так. И Асапара нужно было провести вот так. Лена рассказывает, как Бог ее решил провести, чтобы туда драгоценности в ее характер положить, которые будут сиять потом и Бога прославлять. Я тоже не знаю, и никто из нас не знает. Важно очень согласиться с тем путем, который Бог нас повел, потому что Он по этому пути, проводя нас, вкладывает в нас полезное. Слава нашему Господу. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания, которое говорит нам о том, о той славной перемене, которая произошла в одном сердце человека, на которую, это женщина была, на которую смотрели, и о ней одно было печать, и название одно было. Грешница, вот и все. Я не знаю, Библия много чего называет грехом. Что именно характерно было в ее жизни, можно только догадываться, потому что конкретно ни о чем не сказано. Описано это в Евангелии от Луки в седьмой главе. Евангелие от Луки, седьмая глава. Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищу, и он вошел в дом фарисея и возлег. Вот женщина того города, которая была грешницей, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. И ставши посадив ног его, плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был ему 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думай тот, которому больше простил. Он сказал ему, правильно, ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Она пришла с растрепанным сердцем, можно так сказать. Леша сегодня говорил о расстройстве души. С разорванными чувствами, вся в переживаниях. Много чего, зная про себя, ее не нужно было убеждать, это на каждом углу говорили. Она понимала, как она оценивается другими людьми. Понимала, что ничего теперь поменять в этой жизни своими силами не может. и услышала, что в дом фарисея пришел Иисус, который, если где-то говорит, там происходит какое-то действие. Люди получают реальную помощь, больные исцеляются, грешники другими какими-то становятся. Трудно это объяснить словами, но она пошла искать с ним встречи. Этот фарисей, этот религиозный деятель, очень праведные по своим пониманиям люди, которые строго держались всех этих 600 с лишним, там 27 старались этих постановлений закона, все это внедрять в свою жизнь, именно так жить, и вот так вот показывать, вот так надо жить. И вот он сидит прокаженный со всей своей правильностью, зовет Иисуса, чтобы он пришел к нему в дом. Мужчины пришли к нему в дом. Он их встречает, понятно, с большим предубеждением, потому что никакие законы гостеприимства востока того времени он им не оказывает. Не омывает ноги, не капает капельку маслица розового, чтобы благоуханием пахло, а не дорогой и не утомленным телом в этом общении мужчин. Он даже целование не дает в знак приветливости и открытости, в знак уважения, ничего это не оказывает. Заходите, ложитесь и ешьте. Ну, как бы я не знаю, как бы я себя повел, если бы меня пригласили в гости, я прихожу, хозяин стоит, заходи, ешь. Да еще, я бы пришел с друзьями, вот с Сашей, пришел бы с Денисом, еще со всеми, пришли бы мы, и вот тут такая встреча, садитесь и ешьте. Ну, не знаю, хватило бы у меня сил кушать, сидеть. И вот они возлегли. Ну, такое было на Востоке, в то время так кушали. Небольшое возвышение, накрытый стол, люди ложатся, и так полулежа, в каких-то там подушечки подкладывали, и кушают. И вдруг такая сцена. Никто не звал эту гостью, знает, что это дом фарисея, что почти что побьют камням, если она в дом этого праведника, такого показного зайдет. в таком состоянии, о которой на нее смотрели, просто как вещи, вот и все, которая стоит какую-то там деньги. И она заходит в дом фарисея, несет с собой алебастровый сосуд с миром, а это притирание настолько дорогое, они сразу оценили это, просчитали, 300 динариев. Мужчина работает, в день зарабатывает определенную сумму. 300 – это почти что годовая его зарплата. А вот в этом сосуде. Я посчитал примерно, сколько я за день зарабатываю, умножил на 300, ну думаю, ну многовато получается. Она разбивает это все, мажет ему ноги, плачет. Я видел плачущих людей, но такой объем слез, чтобы вытирать нужно потом было, я как бы не видел. Ну упадет несколько капель, остальное на лице растечется, там по шее, под одежду и так далее. А тут лилось столько, что нужно было вытирать волосами. Она вытирает ему ноги, мажет этим миром, вся комната наполнилась благоухарностью, и они сидят и судят ее. А Иисус это принимает как драгоценную жертву, потому что он видит ее сердце. Слава Господу! Ему не этот мир, он видит, что эти слезы не обид, не горечи судьбы, не от того, что больно, не от гордости, а не от сокрушения Иисуса. Больше никто не поможет, только ты. Я так хочу быть другой. Слава Богу! И вот вопрос у этого Симона. А Иисус ему говорит про эту разницу в оценке взгляда его и Бога. И говорит, смотри, ты капельку пожалел масла. А она разбила сосуд, который годовую зарплату стоит. И даже ничего. Она смелости набралась в твой дом вообще прийти, в общество мужчин, что ее здесь не обзовут, не проклянут, выгонят, что угодно пусть будет. Я Иисуса хочу увидеть. Ты мне целование даже не дал. Выразил хотя бы, что я вместе, что ты такой же еврей, как и я. Хотя бы поцеловал, ну пусть бы в бороду. Такой ритуал у них там был. Пожелать чего-то, поцеловать, слова какие-то сказать. Ты мне даже умывальницу не приготовил ноги омыть. Не всей, кто со мной пришел, хоть бы мне. Ты даже этого не сделал. Она плачет слезами своими, ноги мои омывает. Ты видишь, Симон, разницу, как ты оцениваешь, и как я. И ей говорит, женщина, вера твоя, сегодня Дима говорил об этом, спасла тебя. Иди домой всем. С миром Божьим. Слава Господу. Бывают наши чувства, разорванные и растрепанные какими-то переживаниями, происшествиями нашей жизни. В каких-то случаях и мы виновны. В каких-то невиновны, но они пришли. И мы приносим Богу свое сердце. Если виноваты, приносим Ему свое покаяние. Чем закончится вся эта процедура? Вся моя искренность, вся моя откровенность к Нему. Чем она закончится? Да тем же самым, чем и тогда. Вера твоя спасла тебя. Иди домой с миром. Слава Господу. И эти слезы покаяния, которые лились из ее глаз, они находили свой мотив, они находили свой мотив в ее сердце, сокрушенном перед Иисусом, перед Иисусом с полной верою. Придет помощь от Него. Как это будет, я не знаю. Но он заступился, она сидела, терпела осуждение, терпела это напряжение, вытерпела и получила мир Божий. Слава Господу, осудив себя перед Богом. И у нас есть эта возможность, друзья, перести перед Богом свое покаяние. За то, что мы драгоценнейшим ресурсом, который называется время, распоряжались не так, как Бог хочет, а как сегодня Он нам напомнил через Лешину проповедь. сидели в пустую в этих гаджетах, ковыряли там в пустую какую-то информацию, якобы новости, а на самом деле нового-то ничего нету. Убили за одно мгновение столько, убрали столько, родилось столько, да как окрутится земля, все так и есть, к сожалению, после Эдемской катастрофы. И до самого пришествия Господа за своей церковью все так и будет, нового ничего нет. А слово услышать от Бога новое, надо постараться, надо прибыть с Ним в молитве, надо поискать Его, и когда получит в сердце слово от Бога, миром наполнится душа моя. Слава Богу! Я хочу вместе с вами молиться Богу, принося свое покаяние. Если кто-то видит свою вину перед Богом, выходите сюда, приносите свое покаяние, мы будем за вас молиться. Если кто-то не принимал еще Иисуса, свое сердце, не открывал для Него душу свою, Он спаситель твоей вечной души, Он хочет твою душу и твой дух занять собой, но надо Его призвать и впустить, прийти к Нему. Если кто-то есть на этом месте, желающий примириться с Богом, открыть Ему свое сердце, чтобы Иисус туда вошел и там жил, вы дайте о себе знать, мы с вами вместе помолимся о вас. Есть такие среди нас, которые видят себя виноватыми перед Богом, хотят мира Его получить. Выходите сюда, мы с вами молиться будем. Выходите сюда, поднимайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!